Много деланий делай деятельному уму, разумея же помышление о любви к Богу, о памятовании смерти, о памятовании Бога, о памятовании Царства, о ревности святых мучеников, о памятовании везде присутствия Божия, по слову сказавшего предзрех Господа. О памятовании святых и умных сил, о памятовании своего исхода, предстоящей встречи, мучения и вечного осуждения. Так начали мы с высокого и заключили тем, что делает безопасным от падения. Рассказывал мне однажды один египетский монах, по утверждению памятовании смерти в глубине сердца моего, когда по встретившейся нужде хотел я доставить малое утешение брению. Памятование это, как судья, возбраняло мне. И что удивительного, когда намеревался удалить от себя мысль о смерти, никак не мог этого сделать. Другой некто, живший здесь на месте, называемом Фола, при мысли о смерти, часто приходил в их ступление. И как лишившихся чувств или пораженного падучей болезни, находившиеся при этом братья, относили его почти бездыханным. Не примену рассказать тебе повесть и об Исихии и Харивите. В совершенном нерадении проводил он жизнь и вовсе не имел попечения о душе своей, напоследок изнемогший телом, так что около часа казался совершенно мертвым. Когда пришел в себя, умоляет он всех нас немедленно удалиться. И, заградив дверь келья своей, прибыл в ней двенадцать лет, ни с кем никогда не сказав ни пустого, ни дельного слова. И не вкушая ничего иного, кроме хлеба и воды. Пребывая же неподвижным, столько погружен был умом в то, что видел во время иступления, что никогда не переменял своего положения, но всегда был как изумленный. И в совершенном безмолвии проливал горячие слезы. Когда же надлежало ему скончаться, выломав дверь, вошли мы, и после многих просьбы услышали от него только следующее. Простите меня, кто приобрел памятование смерти, тот никогда не может согрешить. Мы подивились, видя, что прежде столько нерадивый так внезапно преобразился этим блаженным изменением и преображением. Благоговейно похоронив его на кладбище Близограда, на другой день стали искать святых мощей и не нашли. И так Господь удостоверил этим попечительным его и достохвальным покаянием, обнадеживая всякого, кто и после нерадения хочет исправиться. Как некоторые определяют, что бездна есть нечто, не имеющее предела, потому что этим именем называется беззонное место. Так мыслью о смерти приобретается нерастленная непорочность и нерастлеваемое делание. Истину сказанного подтвердает упомянутый выше преподобный. Ибо подобное ему, непрестанно прилагая страх к страху, не останавливается на этом, пока не истощится последняя сила в костях их. 20. Удостоверим себя, что памятование смерти, как и все другие блага, есть дар Божий. Потому что часто, бывая при самых гробах, не имеем у себя слез и остаемся нечувствительными, и неоднократно также, не имея перед собой такого зрелища, приходим в сокрушение. 21. Кто умер для всего, тот памятует о смерти. 22. А кто еще привязан к миру, тот не перестает злоумышлять сам против себя. 23. Не желай всех уверить словами в любви твоей к ним, а лучше проси Бога, чтобы недоведомым образом показал им любовь твою. 24. Иначе же не достанет у тебя времени на объяснение с людьми и на сокрушение. 25. Не обманывай себя, безрассудный делатель, будто бы можно одно время заменить другим, ибо ни один день недостаточен к тому, чтобы собственный его долг вполне воздать владыке. 26. Невозможно, говорят, невозможно провести настоящий день благочестно, если не почитаем его последним днем всей жизни. 27. И подлинно удивительно, что даже и язычники говорили нечто подобное, ибо так определяли любомудрие. 28. Оно есть размышление о смерти. 28. Вот шестая степень. Кто взошел на нее, тот уже не согрешит. 29. Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь. 29. Стерахов 7.39 30. Слово седьмое. 30. О радостотворном плаче. 31. Плачь по Богу, есть унылость души, и такое расположение, 31. Болезнующего сердца, в котором непрестанно, жаром оно ищет того, чего жаждет. 31. И при безуспешности искания неутомимо сие преследует, и громко рыдая, взывает вслед. 32. Или так. Плачь есть золотое жало в душе, обнаженное от всякой приверженности, от всех связей. 33. И святой печалью, утвержденное в надзоре над сердцем. 34. Сокрушение есть непрекращающееся истязание совести, умным исповеданием, производящее прохлаждение сердечного огня. 35. А исповедь есть забвение естества, как некто забывал есть хлеб свой. 36. Покаяние есть без скорби переносимое лишение всякого телесного утешения. 37. Отличительное свойство преуспевающих еще в блаженном плаче есть воздержание и молчание уст, а преуспевших – негневливость и непамятозлобие. 38. Совершенных же – смиренно мудрия, жажда поруганий, произвольное алканье непроизвольных скорбей, неосуждение согрешающих, сострадание даже не в меру сил. 39. Достойны одобрения первые, достохвальны вторые, блаженны жалчащие скорби и жаждущие поруганий, потому что насытятся они непресвещающие пищу. 40. Имея дарование плача, удерживая его всею своей силою, ибо прежде совершенного усвоения оно крайне легко отъемлется, и как воск от огня удобно тает от мятежей и забот телесных, от роскоши, особливо же от многоречия и смехотворства. 41. Источник слезный покрещений выше самого крещения, хотя и дерзко несколько сказать это. 42. Ибо крещение есть ощущение прежде бывших в нас зол, а слезами ощущаются грехи, соделанные после крещения, и крещение приемлемо во младенчестве. 43. Все мы сквернили, оная, а слезами и то вновь ощущаем. 44. И если бы Богом по человеколюбии не дарованы были людям слезы, то подлинно. 45. Редки были бы и едва обретались, где спасаемые. 46. Воздыхание и светование вопиют ко Господу. 47. Слезы, проливаемые от страха, ходатайствуют. 47. А слезы святой любви показывают нам, что моление наше принято. 48. Если смиренно мудрее ничто так не содействует, как плач, то без сомнения ничто так не противодействует, как смех. 49. Неопустительно храни в себе блаженную и веселящую печаль святого сокрушения, и не прекращай над ней своего делания, пока тебя, превознесенного над здешним, 50. Не представит она чистым к Христу. 50. Не приставая напечатлевать в уме и содержать в мыслях бездну темного огня и немилостивых служителей, 51. Судию несострадательного и неумолимого, необъятную пропасть, преисподнего пламени, 51. Тесное схождение в места подземные и страшные, 52. Изъяющие бездны также изображение всего тому подобного, 52. Что пребывающая в душе нашей походливость, приведенная к бездействию великим трепетом, 53. Уступила место нерастленной непорочности, 54. И душа восприяла в себя озарение невещественного света, сияющего боли всякого огня. 54. Во время молитвенного прошения стой с трепетом, как осужденный предстоящий судьи, 55. Чтобы и внешним видом, и внутренним расположением угасить тебе гнев праведного судьи, 55. Ибо не презрит он вдовицу, душу болезненную ему предстоящую и утруждающую неутруждаемого. 55. Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место удобнее для плача. 56. А кто плачет только наружно, тот не перестанет разбирать место и события. 57. Как спрятанное сокровище безопаснее от похищения, нежели положенное среди торжища. 58. Так будем разуметь и о том, что сказано перед этим. 59. Не будь подобен погребающим мертвых, которые то плачут о них, то упиваются ради их. 60. Но будь подобен узникам в рудокопнях, которые ежечасно терпят побои от представленных служителей. 61. Кто иногда плачет, а иногда роскошествует и смеется, тот походит на человека, который в отца сластолюбе кидает вместо камня хлебом. 61. По видимости, он гонит его прочь, а в самом деле манит к себе. 62. Будь углублен в себя, не люби выказывать, заключи сердце своем. 63. Демоны также боятся самоуглубления, как тати псов. 63. Не на брачный пир призваны мы сюда, нет. 64. Поэтому призвавший нас сюда, конечно, призвал для того, чтобы плакали мы о себе. 64. Некоторые, когда плачут, не кстати принуждают себя совершенно ни о чем не думать в это блаженное время, не рассуждая, что слезы без мысли свойственны, бессловесны о неразумной природе. 65. Слезы порождение мыслей, а мысль рождает рассудок и ум. 66. Восклонение твое на воду пусть будет для тебя образ восклонения твоего во гроб, и меньше будешь спать. 66. Самое вкушение за трапезы пусть будет для тебя напоминанием поучительной трапезы той, червей тех. 67. И меньше будешь роскошествовать, и вкушая питье в воду, не забывай о жажде в том пламени, и без сомнения пересилишь свою природу. 67. Когда от настоятеля терпим честное бесчестие, выговор и наказание, тогда будем представлять в уме страшный приговор судьи, возникающий в нас неразумной печаль и огорчение, без сомнений, как обоюду острым мечом, умертвим, кротостью и терпением. 67. Временем оскудевает море, как говорит Ел, и сказанное теперь в нас появляется и усовершается постепенно, со временем и при терпении. 68. Памятование о вечном огне пусть вечером с тобою засыпает и с тобою же встает, и никогда не возобладает тобою леность во время псалмопения. 69. Пусть, хотя самая одежда твоя убедит тебя к слезному деланию, потому что все оплакивающие умерших облекаются в черное. 70. Если же плачешь, то плачешь еще больше о том, что своими грехопадениями и состоянием беструдного не извел ты себя в состояние многотрудное. 71. Благим и праведным судьей нашим, как во всяком прочем, так и в слезах без сомнения приемлется в рассмотрении силы естества. 72. Ибо видел я, что и малые капты слез, как кровавые, источались с трудом, и видел также источники слез, проливаемые без труда. 73. И от трудящихся судил я более по труду, нежели по количеству слез. А думаю, что так же судит и Бог. 74. Плачущим неприлично богословствование, ибо оно обыкновенно полагает конец плачу. 75. Богословствующий уподобляется учителю, сидящему на кафедре, а плачущий подобен проводящему дни свои нагноищие во вретище. 75. Поэтому-то, как думал и Давид, хотя был учитель и мудрец, но когда плакал, отвечал спрашивающим, 76. Как вас пою песню, Господь, на земле чуждая, то есть страстной? 75. И в мире, и в сокрушении, иной самодвижен, а иной в движении приводится другим. 76. Когда мы и труда не прилагали, и в мыслях не держали, а душа делается слезящей, многоводной и умягченную, 76. Тогда поспешим, потому что Господь пришел незваный и дает нам губу боголюбивой печали и прохладную воду благочестивых слез для изглаждения на харте наших грехопадений. 77. Храни эти слезы, как зеницы ока, пока не пройдут. 78. Великая сила такого плача несравненно выше того плача, который бывает следствием нашего старания и умышления. 79. Плачущий достигает совершенства плача не тогда, как хочет этого, 80. Но зависит это от того, о чем хочет он плакать, 80. И от того, что плачет не о чем ему хочется плакать, но о чем угодно Богу. 81. Плачу по Богу часто примешиваются ненавистные слезы тщеславия. 81. Это же искусно и благочестно дознаем, когда приметим в себе, что и плачем, и лукавствуем. 81. Сокрушение в собственном смысле есть некичащееся болезнование души, 81. В котором она не дает себе никакого успокоения, но ежечасно воображает только свое разрешение, 81. И как прохладной воды ожидает себе утешения от Бога, утешающего смиренных монахов. 82. Те, которые могут плакать от глубины сердца, возненавидели и самую жизнь свою. 83. Тело же своего отвращаются, как врага. 83. Когда в представляющих о себе, что плачет по Богу, увидим гнев и гордость, 84. Тогда слезы их признаем противными, ибо какое общение у света со тьмою. 83. Порождение ложного сокрушения есть самомнение, а сокрушение похвального – утешение. 84. Как огонь истребителен для соломы, так непорочные слезы для всякой видимой и мысленность скверны. 85. Понятие о слезах по определению многих из отцов несколько темное и неудобно изыскуемо, 85. Особливо же о следах новопоступивших, у которых происхождение слез имеет много различных видов, 85. А именно, бывают слезы от природы, от Бога, от скорби и предосудительной и похвальной, 86. От тщеславия, от блуда, от любви, от памятования смерти и от многого другого. 86. Все эти виды слез, поборов страхом Божиим, усвоим в себе чистые и неленостные слезы о нашем разрешении, 87. Ибо в них нет подлога или самомнения напротив того. 87. Есть ощущение приспияния любви к Богу, омовения греха и доведения страстей до бесстрастия. 88. Неудивительно, что плач, начиная со слезами добрыми, а оканчивается лукавыми. 89. Но достойно похвалы то, что если к слезам предосудительным или естественным прививаются слезы духовные, 90. Это ясно знают люди, наклонные к тщеславию. 85. Не верь слезным своим источникам, прежде совершенного очищения, 90. Потому что невозможно полагаться на вино прямо источило закупоренное в сосуд. 91. Никто не спорит, что полезны нам всякие слезы по Богу. 91. Но какова приобретенная от них польза, об этом узнаем во время своего исхода. 92. Кто пребывает в непрестанном плаче по Богу, тот не перестает ежедневно праздновать. 93. А кто непрестанно празднует телесно, того ожидает вечный плач. 94. У осужденных в темницу нет веселья, и у истинных монахов нет на земле праздника. 94. Поэтому-то, может быть, и тот, прекрасно плащащий, воздыхая, сказал, 95. Изведи из темницы душу мою, чтобы возвеселиться, наконец, в неизреченном свете твоем. 95. Будь как царь сердца своем, превознесенный во смирении, и повелевай смеху. 95. Иди, и идет, и сладостному плачу, приди, и приходит, и рабу и мучителю нашему телу, сотвори сие и сотворит. 96. Кто как в брачную ризу облегся в блаженный и благодатный плач, тот знает духовный смех души. 96. Найдется ли же такой человек, который бы все дни свои в монашеском житии провел так благочестно, чтобы не утратить ему ни дня, ни часа, ни мгновения во все время и издевать для Господа в той мысли, что невозможно один и тот же день видеть в этой жизни дважды? 97. Блажен монах, который душевные очи может возводить к умным силам, но тот поистине безопасен от падения, кто вследствие памятования смерти и грехопадения из телесных очей непрестанно орошает ланиты свои живыми водами. 98. И трудно для меня поверить, что без последнего состояния пришло первое. 98. Случалось видеть бесстыдных просителей и нищих, которые какими-то красными словами скоро даже сердца царей склоняли к состраданию. 99. И случалось видеть бедных и нищих в добродетели, которые не красными, а скорее какими-то смиренными, темными и несмелыми речениями из глубины отчаянного сердца неотступно и терпеливо взывали к небесному царю и усилием своим как бы вынуждали к благоутроби и непринуждаемое естество бы его. 99. Кто надмивается в душе слезами своими и сам в себе осуждает непроливающего слез, тот подобен человеку, который спросил у царя оружие на врага своего и убивает им себя. 55. Бог не требует и не угодно ему, чтобы человек плакал от болезни сердечной, но хочет, чтобы из любви к нему веселился он душевным смехом. 56. Отними грех и излишне болезненные слезы чувственным очам. 57. На что заживляющий порошок, когда нет трупа? 58. У Адама до преступления не было слез, как не будет их и по воскресенье, когда упразднится грех, тогда, ибо отбежит тогда болезнь, печаль и воздыхание. 58. У иных видел я плач, а у других видел сомнение в плаче. 59. Имея плач, они в таком расположении, как бы не имели его. 60. И от этого-то прекрасного неведения пребывают в безопасности, и о них-то сказано. 61. Господь умудряет слепцов. 62. Людей легкомысленных слезы нередко доводят до превозношения, потому и не даются иным. 63. И таковые напрасно домогают слез, почитают себя несчастными и осуждают на воздыхание, сетывание, душевную печаль, глубокую скорбь и уныние. 64. Все же это, хотя признается имя немало не полезным, безопасно восполняет самые слезы. 65. Прилежно наблюдая, найдем, что самые демоны часто над нами горько насмехаются. 66. Ибо когда присытимся, возбуждает в нас сокрушение. 67. А когда постимся, делает сердце наше жестким, чтобы, обольстившись ложными слезами, предались мы матери страстей и роскоши. 68. И их не должно слушаться, но лучше делать противное. 69. А я, вникая в самое качество сокрушения, прихожу в изумление. 69. Каким образом плач и так называемая печаль имеют внутри себя заключенные радости веселья, подобно меду в восковой ячейке? 69. Чему же научаемся из этого? 69. Тому, что такое сокрушение в собственном смысле есть Господний дар. 70. Тогда не бывает в душе неуслаждающего удовольствия, потому что Бог невидимо утешает сокрушенных сердцем. 70. По случаю же рассуждения о подлинно действенном плаче и полезном болезновании души, высушим душеполезную и трогательную повесть. 50. Жил здесь некто Стефан, любя пустынное и безмолвное житие, довольно лет провел он в монашеских подвигах, особенно был украшен постом и слезами, 51. И просветал другими добрыми преимуществами. 52. Была у него келья на святой этой горе, на скате ее от святого боговица Ильи, то есть ниже храма святого пророка Ильи. 53. И этот достохвальный муж для более действенного, сурового и трудного покаяния с намерением избрал место отшельников, называемое Сиддинг, 54. И провел там несколько лет в самом тесном и строгом житии. 54. Поскольку же место было лишено всякого утешения и недоступно следу человеческому, как отстоявшая от ограды монастырска на 70 поприщ, 55. То перед кончиной своей старец опять приходит в келью свою на святой горе, где имел двух учеников из Палестины, весьма благоговейных, которые и охраняли келью старца. 55. Прожив немного дней, старец впал в недуг, от которого и скончался. 56. За день до разрешения своего приходит он в выступление ума и с открытыми глазами озирается на правую и левую сторону адра своего и как бы допрашивает кем-то. 56. Слух всех предстоящих говорит «Да, так, правда». 57. Но за это постился я столько-то лет, и потом опять «Нет, совершенно лжете, не делал я этого». 57. Еще «Да, правда, точно так, но я плакал и служил братьям». 58. Еще «Нет, совершенно клевещете на меня». 58. Иногда же говорил на иное «Да, точно так, не знаю, что есть сказать против этого, но Бог милостив». 58. И подлинно ужасное и страшное было зрелище. 58. Это невидимое и беспощадное истязание. 59. И что всего страшнее, обвиняли его и в том, чего он не делал. 59. Не чудно ли? 60. Безмолвник и отшельник о некоторых грехпадениях своих говорил, не знаю, что сказать на это. 60. Так как около сорока уже лет был он монахом и имел слезы. 60. Увы, увы. Где было тогда Езекиилево слово, чтобы мог он сказать истязателям? 61. В чем найду тебя, в том и буду судить, сказал Бог. 33. 33. Подлинно. Не мог он сказать ничего такого. Почему? Почему слава единому ведущему? А некоторые, как перед Господом рассказывали мне, что в пустыне из рук своих кормил он леопарда, 34. Так истязуемый разлучился с телом, оставив нас в неизвестности, какой был суд или какой конец и какой приговор ему, 35. Или чем кончилось это истязание? 36. Как вдовица, лишившаяся своего мужа, имеющая только единородного сына, в нем одном, по Господи, находит в себе утешение. 37. Так и падшей душе во время исхода нет иного утешения, кроме томлений себя, гладом слез. 38. Плачущие никогда не будут петь и громко взывать к самим себе в песнопениях, потому что всем подобным этому расстраивается плач. 39. Если же такими средствами намереваешься призывать его к себе, то далеко еще ты от дела, 40. Ибо плач есть, достигший полноты своей скорбь души воспламененной. 41. У многих плач был притечей блаженного бесстрастия, предуготовлял, возвышал, истреблял вещество. 41. Один искусный делатель этой добродетели сказывал мне, 42. Неоднократно, как скоро намеревался я предаться тщеславию или гневу, или пресыщению чрева, 43. Помысл заклинал меня внутренним плачем и говорил, не тщеслався, иначе оставлю тебя. 41. То же бывало и при возбуждении других страстей, и я говорил помыслу, 42. Никогда не выйду из послушания тебе, пока не представишь меня Христу. 55. Бездна плача узрит утешение, а чистота сердца приимет озарение. Озарение есть неизреченная действенность, недоведомо разумеваемая и невидимо зримая. Утешение есть от рада болезнующей души, которая, подобно младенцу, вместе и плачет внутренне и весело улыбается. 56. Божие заступление есть обновление души, подавленной печалью, и чудным образом болезненные слезы, притворяющие в неболезненные. 57. Слезы об исходе души рождают страх, а когда страх породит небоязненность, тогда воссияет радость. 58. Когда же достается в удел нескончаемая радость, тогда выходит свет святой любви. 59. Рукою смирение, как недостойный, отклоняет себя находящую радость, чтобы, скоро допуская ее до себя, вместо пастыря не принять тебе волка. 59. Не спеши к созерцанию, когда не время созерцанию. 60. Пусть само оно будет преследовать тебя за красоту смирения. 61. И настигнет, и на век века сопряжется с тобой всенепорочным браком. 61. Младенец, как скоро, начинает узнавать отца своего, весь исполняется радости. 62. Если же отец по делам своим отлучится на время и потом опять возвратится, то отрок бывает полон и радости и печали. 63. Радости, потому что видеть любимого, печали, потому что столько времени лишен был ласк доброго отца. 63. И матерь скрывается от младенца, и видя, с какой скорби ищет, он услаждается тем, ибо через это приучает его навсегда быть привязанным к ней. Продолжение следует...